И так, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, Евангелие, Луки 24, глава 44 стих. И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом наследие обетований, заключенных в законе пророках и в псалмах, мы продолжим наше исследование одного из поистине молитвенных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Учитывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида – это на самом деле инструкция или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитвенная песня Давида, насколько нам известно, это его ответная реакция на враждебные к нему отношения иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь как некую правду. И, как мы уже отметили, состоит данное ходатайство из четырех частей. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые две части и остановились на изучении третьей. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а, следовательно, и для нас. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек призван входить в присутствие Бога и предстоять пред Ним как ходатай. А вот в третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и с какой стратегией Бога ему необходимо было соработать, чтобы быть избавленным от их вероломной лжи, облеченной в правду. Прочтем именно эту третью часть этой молитвенной песни с 5 по 11 стих. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою избав меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых деснится лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе дарующему спасение царям и избавляющему Давида раба Твоего от лютого меча. Избав меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых деснится лжи. Исходя из притч Христа, который является корнем и потомком Давида, на котором, как и на Христе, притыкаются и соблазняются многие предназначенные к погибели, следует, что иноплеменники – это солома, через которую в свое время протекало жизненное помазание колосу пшеницы или же плевелы, растущие на одном поле с пшеницей. И те, и другие, по словам Христа, это дети дьявола, почитающие себя детьми Божьими, которые ранее действительно были таковыми, но затем в силу добровольного выбора в реализации своих плотских наклонностей утратили свое призвание, а следовательно и свое место в теле Христовом. И таким образом сами обратили себя в нечестивых, сохраняя при этом внешнюю форму благочестия. И чтобы вскрыть и расстроить ложь, в которой иноплеменники выдают свою ложь за правду, а правду за ложь, мы решили рассмотреться работу Давида со стратегией Бога, представленную в данной молитве в пяти составляющих. Это воспеть Богу новую песнь на десятиструнной псалтире, преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами, то есть молиться так, чтобы Бог мог преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами, далее так молиться Богу, чтобы Он мог коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились, далее молиться Богу так, чтобы Он мог блеснуть молнией и рассеять скопление врагов, и, наконец, молиться Богу так, чтобы Он мог пустить свои стрелы и расстроить замыслы иноплеменников. В определенном формате и в соответствии мира нашей веры мы уже рассмотрели четыре составляющие и остановились на рассматривании пятой – пусти стрелы твои и расстрой их. А это означает, что в аналогичной ситуации, когда иноплеменники будут использовать против нас оружие, в котором они будут называть ложь правдой, а правду ложью, мы призваны будем соработать со стратегией стрел Божиих так, чтобы Он мог расстроить замыслы иноплеменников. В Писании в одном из имеющихся символических образов такими иноплеменниками, насколько нам известно, представлен союз потомков лота во главе Валама, Валака, сын царя Моавицкого, и Валама, сына Виорова. Михея 6, 5. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавицкий, и что отвечал ему Валам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». Стрелы Божьи в праведных действиях Господних – это пророческие слова, вложенные Святым Духом в устава Лама. И насколько нам известно из книги Чисел, 24 глава, стихи 2, 9, эти слова являются благословением в адрес Израиля и проклятием в адрес Валака, что, кстати, полностью соответствует эталону завета, который Бог заключил с Авраамом и его потомками. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И чтобы нам соработать со стрелами Бога, представленными в учении благословения и проклятия, мы стали рассматривать характеристики, присущие стрелам Божьим, призвание стрел Божьих в отношениях Бога с человеком, условия, необходимые для соработы со стрелами Бога и результаты соработы со стрелами Бога. В формате этих вопросов мы обратились к изучению образа, в котором стрелы Божьи именуются плодом Духа, который может приносить только человек праведный, когда творит правду. «Вот наследие от Господа дети», это записано в Псалом 126, 3, 5, «награда от него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». В этой притче, как под наследием в детях, так и под наградой в плоде чрева, образно или символически правосудие Бога представлено в реализации двух различных форматов благодати, содержащих в себе два различных вида обетований. Формат обетований под наследием в детях, призванный производить правосудие, находится в сокровищнице спасения, а под наградой плода чрева в молодых сыновьях находится в сокровищнице Царства Небесного. Эти два формата обетований мы призваны принимать в семени Слово через благовестие, посланников Господних, в силу чего для востребования одних необходимо выполнение одних условий, в то время как для востребования других совершенно необходимо выполнение других условий. Например, когда в Писании речь заходит о спасении и от вечной погибели, то обетования, относящиеся к спасению и от вечной погибели, всегда и однозначно представлены в формате даров благодати, за которые, хотя и не следует платить, так как это дар, однако получить этот дар можно только после выполнения установленных Богом условий, или же на Божьих условиях можно получить спасение. Когда же речь заходит о Царстве Небесном, то обетования, относящиеся к восхищению Царства Небесного, представлены в Писании уже не в формате, то есть даров благодати, а в формате награды благодати, за которые следует платить цену и затрачивать определенные усилия. Как написано в Луке 16,16, Царствие Божие благовествуется, то есть мы получаем его через благовестие в семени Слова, и всякий, кто хочет войти в Него, должен приложить усилие, и всякий усилием входит в Него. И разумеется, чтобы наследовать Царство Небесное в предмете награды благодати, прежде необходимо обрести, задействовать для этой цели дар благодати, то есть необходимо быть спасенным, чтобы войти в Царство Небесное, потому что спасение проповедуется для погибших, или же благовествуется, а Царство Небесное для спасенных. Поэтому только получив оправдание по дару благодати, или же оплодотворив себя семенем Царства Божьей, мы наконец-то можем творить правду и наследовать награду благодати. Праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще. Чтобы творить правду, необходимо быть праведным. Откровение 22, 11. Наследие праведности как дар благодати в образе детей мы получаем в спасении, обретаемом нами через Христа Иисуса. То есть я делал на этом ударение, все, что мы получаем через Христа, связано со спасением. А вот способность творить правду, как награду благодати в плоде, чрева в образе молодых сыновей, мы получаем в предмете Царства Небесного, обретаемого нами уже не через Христа Иисуса, а во Христе Иисусе. Поэтому есть большая разница в тех обетованиях, которые мы обретаем через Христа, и они коренным образом отличаются от обетований, которые мы обретаем во Христе. Городом же, в воротах которого молодые сыновья в предмете нашей награды призваны говорить с нашими врагами, является наше тело. При условии, что мы имеем органическую причастность к телу Христова, которая есть в Ишне Иерусалим, или же невеста Агнца. При такой причастности каждый отдельный человек является городом Божиим. Но так как роль молодых сыновей состоит в том, чтобы говорить с врагами в воротах этого города, то таковыми в нашем теле являются наши уста, сопряженные с нашим ухом. Так как наши уста могут исповедовать только те слова Божии, как о спасении, так и о Царстве Небесном, которые слышит наше насажденное ухо. Вера, отслышание, Слово Божие. В Писании Царство Небесное, насколько нам известно, является Царством Божиим или местом и территорией, которая является собственностью Бога, которой Он обладает и в границах, которой Он царствует. Образно или символически, как наследие в детях, так и награда в плоде чрева представлены в обитованной земле, которую Бог спятвою обещал дать Аврааму и его потомкам, то есть всем верующим в Сына Божие. Как написано, добы благословения Авраамова через Христа Иисуса распространилась на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Именно поэтому первоначально, как мы с вами уже отмечали, первоначально обитованная земля называлась не иначе, как землей хананской. По той простой причине, что была заселена хананскими племенами, происшедшими от Ханана сына Хама. И только затем, когда потомки Авраама возвратились из Египта и покорили хананьян и овладели землей, она стала наконец-то называться землей Израилевой. Когда мы приходим к Богу на Его условиях и принимаем спасение, мы становимся собственностью Бога. Однако, как известно, эта собственность заселена плотскими вожделениями, восстающими на нашу новую жизнь, в силу чего мы называемся душевными или плотскими. Когда же мы оставляем младенчество и приходим в совершенство, то эта же собственность именуется уже духовностью. А посему нашими врагами, как и прежде, являются, во-первых, иноплеменники в лице нашей нераспитой природы. Во-вторых, младенцы во Христе, которые на этой стадии, ничем не отличаются от иноплеменников. И только затем уже, в-третьих, сами иноплеменники в лице соломы или плевелов, которые отличаются тем, что приписывают свои пороки праведникам и называют свою ложь правдой, а правду ложью, верят в нее и распространяют ее. Рассматривая природу Царства Небесного в лице Вышнего Иерусалима, который является как светом для мира, так и светом для спасенных народов, которые сами по себе не являются светом, так как освящаются и ходят во свете этого Иерусалима, мы стали изучать признаки нашей органической причастности к Вышнему Иерусалиму. То есть, кто принадлежит к Вышнему Иерусалиму? Не соседа и следователя самого себя. Откровение 21, 9, 27. «И пришел ко мне один из семи ангелов и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену-невесту Агнца». «И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Спасенные народы будут ходить во свете его. То есть, видите, спасенные народы не являются Иерусалимом, они ходят во свете, они не являются светом, это Иерусалим свет. То есть, душевный плоской человек не является светом, младенец во Христе не является светом. Павел говорит, откуда у вас вражды и расприяков об этом же говорит. Я не мог с вами говорить, как с духовными, как с плотскими, как с младенцами во Христе. То есть, они не могут быть светом. Поэтому далее он говорит, «Вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Чтобы испытать свою причастность к телу Христову, мы остановились на рассматривании таких признаков, как образованное око, насажденное ухо и разумное сердце. Давайте прочтем это местописание, Псалом 93, 9, 13, признак, по которому следует определять, что мы имеем причастность к Вышнему Иерусалиму, не уже к спасенным народам, а что мы оплодотворили семя Царства Божия и начали взращивать его. «Насадивший ухо не услышит ли?» То есть, разумеется, речь идет не об этом ухе и не о тех глазах, которые мы имеем. «И образовавший глаз не увидит ли?» «Вразумляющий народы неужели не обличит?» «Тот, кто учит человека разумению. Господь знает мысли человеческие, что они суетны, то есть греховны. «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма». То есть, иногда мы говорим, «Господи, почему Ты не мстишь за кровь праведников? Почему они продолжают делать беззаконие, и Ты не являешь Твоего суда?» «Яма роется, подождите, еще не вырото, еще не созрели». Писание говорит, доколе нечестивому не выроется яма, а Тебе в это время Бог дает покой в бедственные дни, дает покой через свое слово. И успокойся в эти бедственные дни, пока нечестивому выроется яма». На предыдущем служении мы в определенном формате уже рассмотрели суть насажденного уха и образованного ока, свидетельствующего о нашей причастности к телу Христову. А посему я сразу обращусь к глаголу «вразумлять», связанному с умом Христовым, благодаря которому мы можем проникать в пределы неприступного света и таким образом воспринимать и познавать ум Господен или мысль Святого Духа. 1 Коринфянам 2,16. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить Его, а мы имеем ум Христов?» Следовательно, можем судить, понимать, давать оценку Божьим мыслям, то есть не словам, а мыслям, проникать в Божьи мысли. Писание говорит, каковы мысли человека таков и он, каковы мысли Божьи таков и Бог. Мысли – это слово, но только находится в закрытом формате, который невозможно понимать. оно находится в Боге. Интересно, что сам глагол «вразумлять» очень интересен по своей семантике. Он означает наставлять, учить, исправлять, наказывать, дисциплинировать, отделять, рассуждать, решать, делать вывод, мстить, судить, осуждать, производить суд, обвинять, устанавливать справедливость. И выносить судебный приговор. Вот что означает «вразумлять». Человек, наученный разумению, это человек праведный, способный творить правду, выраженную в правосудии. Давайте посмотрим на примеры Писания, что такое праведник, как праведность себя проявляет. «Евреям 11,7, верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Обратите внимание, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Я хочу обратить наше внимание, мы всегда говорим, Бог послал воды потопа. Бог послал воды потопа через Ноя. Это Ной должен был сделать. Здесь написано, что это Ной осудил верою. Вера – это откровение Бога. Для того, чтобы Богу осудить мир, ему нужен был праведник, через которого он будет судить. Поэтому получить откровение можно только при наличии разумного сердца, способного воспринимать и высвобождать суд Божий. Давайте прочитаем такое местописание интересное. Исайя 54,8,10. «В жару гниво я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут боли и на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Я хочу обратить внимание, здесь прямо говорится, что это воды Ноя. Это говорит о том, что праведник должен выхватывать, что хочет Господь и делать это. Бог справедлив, и его справедливость должна быть удовлетворена. Иоанна 7,24 говорится, «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Христос призывает судить праведным судом. Я снова обращаюсь к месту Иова 36, глава 16-17 стихи. Эти слова были сказаны Иуям, четвертым человеком, который присутствовал среди друзей Иова, но был молод и молчал. Господь имел против трех друзей, что они неверно говорили о нем, но об этом четвертом Господь не имел против ничего. Он говорил в соответствии того, как видит это Бог. И он ему сказал, «Я сейчас буду перед тобою как Бог. С Богом ты не сможешь говорить. Ты хочешь видеть Бога и говорить с Ним. И я буду за место Бога. И я буду защищать Его интерес». И вот он ему говорит, «И тебя вывел бы он из стесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, было помазанным бы, но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и суждения близки». То есть он должен был судить судом праведным. У Ноя отсутствовал, он был праведным, но он не понимал значения между праведным судом и судом нечестивым. То есть, когда ему надо было судить и сделать то, что хочет Бог, он должен был делать это Божьими средствами, Божьим методом. Он правильно выхватывал, он понимал, что надо делать, но он делал это не Божьим методом. И мы с вами говорили, что праведник судит только в границах для него отведенных Богом и судит только в согласии Писания. Что говорит Писание по этому поводу? Не свое возмущение, свой гнев, а что Писание говорит по поводу этого нарушения. Если он этого не находит в Писании, он не судит, он молится, ждет, чтобы Господь открыл ему это в Писании. Потому что любой суд уже запечатлен в этом слове. Любой суд. Любое преступление, которое совершит человек, суд за это преступление есть в этой книге. И человек, Божий праведник, должен отыскать этот суд и высвободить его. А нечестивые, как мы знаем, для них не существует пределов. Они думают, что они просто обязаны давать оценку всем событиям в мире, судить каждого человека и так далее. Притом, когда они судят, они исходят либо из своего интеллекта, как они понимают, либо из авторитета какого-то человеческого, но не из Писания. Они не берут слова Писания. В этом и отличается. И Бог научил Иова. После этого Иов сказал, я ложу перст на уста мои. Говорил боли и не буду говорить. Ты прав. Все. У Иова все вопросы к Богу закончились. Он не требовал от него исцеления. Он поблагодарил Бога и сказал, ты прав в суде твоем. Я согласен. Я больше... Я неправильно судил о тебе. Я неправильно судил о твоей справедливости, о твоем суде. Когда он это понял, он был исцелен. Псалом 145. Пусть наказывает меня праведник. Это милость. Пусть обличает меня. Это лучший илей, который не повредит голове моей. Давайте вырвем этот стих из контекста общего Писания, общего духа. И тогда мы начнем что делать? Мы начнем быть такими Иовами. Раз я праведник, я имею право обличать любого, потому что я праведник. Пусть обличает меня праведник. Однако в этом и беда была. Иов был праведник, но обличал тех, кого не имел права обличать. И обличал так, как не следовало было обличать, потому что праведник, если он праведник, то он будет обличать в границах для него, отведенных Богом. Вот смотрите, как праведники в церкви должны реагировать на неправильные действия друг друга. 1 Иоанна 5, 16. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. Вы обратили внимание? Не обличает его, если я буду брать это место, я праведник, и поэтому я призван обличать. Но здесь написано, если ты видишь брата согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом, не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Теперь, мы не только иногда обличаем друг друга, мы иногда начинаем оспаривать решение пастора. То есть во всех церквах решения пасторов, поставленников, то есть которых Бог поставил, оспариваются. Я уже не говорю о самозванцах и о тех, которых избрали люди, которые вольстели их слуху. Оспариваются. Начальники, их решение всегда оспаривается. Осии 4, 4 написано, но никто не спор, никто не обличает другого, и твой народ, как спорющее со священником. Это очень опасно, входить в спор с теми, кто поставлен определенно. Если народ спорит со священниками, это очень опасно для народа, не для священника, для народа. 1 Тимофея 5, 20. Павел это говорит Тимофею. Согрешающих обличает пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Но это не значит, что все могут обличать друг друга. Мы видели, что если кто видит брата согрешающего, греховник смерти, пусть молится, а не обличает. Потому что этот брат не находится под твоей ответственностью. Ты не поставлен начальником над твоим братом. А вот Тимофей был поставлен апостолом Павлом, апостолом. Был помощником апостола Павла. И поэтому во всех сферах, где действовал Павел, насколько Бог распространил его служение, Тимофей призван был обличать. 2 Тимофея 4, 2. Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Эти же слова апостол Павел обращает к другому, своему сотруднику, тоже молодому апостолу Титу. 1 глава 13 стих. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Зачем обличай, чтобы были здравы в вере? Титу 2, 15. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. То есть, итак, мы обратили внимание на то, что вразумлять или быть вразумленным, иметь разумное сердце, это получать Божье откровение и передавать его, которое будет выражаться в суде. Этот суд будет нести милосердие для сосудов милосердия и гнев для сосудов гнева. Мы видим, что воды Ноя, которые пришли по его слову и были названы водами Ноя, написано, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Если мы хотим сделаться наследниками праведности по вере, мы должны осудить то, что осуждает Бог. Теперь давайте перейдем к следующему признаку нашей причастности к телу Христову. Это нищета нашего духа. Она признана являться мерилом того, относимся ли мы к телу Христову, являемся ли частью тела Христова, не спасенными, а Царством Небесным. Тело Христово – это территория Небесного Царства, в которой Бог царствует, в котором существуют его определенные законы, законы тела Христова. Матфея 5,3 – «Блаженны, то есть благословены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». То есть человек, обладающий нищетою духа, это признак того, что этот человек находится в теле Христовом и является Царством Небесным или входит в категорию невесты. Слово «нищие» или определение «нищие» в Писании, то есть вот здесь, определяется такими определениями. Нищие – это бедный, немощный, неимущий, неспособный себе помочь или опереться на самого себя, сокрушенный сердцем. Следует отметить, что в данной заповеди, а эта заповедь, речь идет не о нищете вынужденной, в которой человек становится нищим вопреки своей воле, но о нищете, которая становится выбором и достоинством человека, свидетельствующим о его принадлежности к роду сынов Божиих. Псалом 50,19 – «Жертва Богу – дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь Божие». Имеется в виду нищий духом, сокрушенный. Оказывается, нищий – это человек, принесший себя в жертву Богу, представивший тело свое в жертву Богу, живую, разумную, для служения Богу. Когда он представляет себя в жертву, он уже не имеет права ни на что, он добровольно теряет на себя права. Вот здесь о какой нищете. Он уже не может опираться на самого себя, он теряет все, он отдает все. И в это время он уже не способный себе помочь. Вы знаете, жертву обычно вязали и ложили связанную на жертвенник. Христа пригвоздили на кресте, крест для него был жертвенником. И он не мог уже ничего сделать для себя. Он не мог надеяться на себя. И он на кресте был абсолютно нищим, все потерял. И это было жертва Богу. И здесь говорится, что такой человек, который вот так приносит себя Богу, делает это добровольным выбором, что этот человек является причастником тела Христова. Исайя 66, 1, 2. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. «Кто будет моим домом? Кто позволит успокоить меня?» Когда человек не имеет дома, он нищий. Бог показывает себя, что он нищий, пока он не найдет место укрытия, где бы он мог укрыться. Кто может укрыть Бога? Кто может успокоить его сердце? Он говорит, где вы построите такой дом, где бы я мог жить, отдыхать? Обычно со словом «дом у человека» связано что? Дом – это тихая гавань, прибежище. Это место, где человек отдыхает. Это собственность некая такая, в которой человек может делать все, что угодно. Он не боится взглядов человека. Выйдя из этого дома, он становится другим. Он должен исходить из того порядка, который установлен за домом. Но в доме эти порядки отменяются. Он приходит и отдыхает от всякого контроля и порядка. Там уже его никто не контролирует. Он не обязан там быть в галстуке или быть в каком-то вечернем платье. Но когда вы идете на какое-то заседание или на какое-то важное собрание, вы просто обязаны дресс-код иметь какой-то. Здесь вы не обязаны иметь никакого дресс-кода. Вы одеваетесь в свободную одежду, которая нигде вас не стягивает. Вам в ней приятно, уютно. Вы занимаете позу такую в кресте, на диване, на кровати, такую, какую вам угодно. И начинаете заниматься вашим любимым делом. Либо просто отдыхать, либо кушать, либо заниматься самим собою. То есть вы отдыхаете. Это место вашего убежища. Бог говорит, а где мой дом? Какой вы дом для меня построите? Я даю вам дом. И этим домом, где человек может успокоиться, является тело Христова. Церковь Иисуса Христа, его тело. А вот для меня где дом будет? Чтобы иметь причастность к телу Христова, надо быть домом Божиим. Апостол Павел как-то сказал Господу о том, чтобы он его исцелил. Он имел некоторые недуги, страдал от этого, несмотря на великое помазание, пребывающее в себе, он не мог себе самому помочь. И тогда Господь ему сказал такие слова. 2 Коринфянам 12,9. Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться немощами своими, чтобы обитала во мне сила Христова. А кольца ключ к силе Божией – это сокрушенный дух. Когда вы отдаете себя в жертву Богу, тогда вы получаете силу Божию. Он входит, эта сила входит в вас. Вам кажется, что вы все потеряли, теперь вы не можете надеяться ни на друзей, ни на свои заслуги, ни на свой опыт, ни на свои связи. Какими связями мог воспользоваться Христос? У Него было много друзей, которые готовы были отдать за Него жизнь. За Ним ходили миллионеры, миллиардеры того времени и отдавали Ему миллионы. Он владел миллионами того времени. Он содержал несколько сотен семей, учеников, которые ходили за Ним, помимо двенадцати учеников. Множество учеников. Он кормил толпы. Не всегда же он посредством чуда их кормил. Это было редко, когда он посредством чуда кормил, чтобы нечто показать. А в основном он использовал те средства, которыми он уже обладал. Теперь он был раздет до нога, избит плетью по голому телу спереди и сзади. Тело было все в клочьях. Узнать его было невозможно. Это только знали, что это Христос. Но если бы вы увидели его и вам не сказали, вы никогда бы его не узнали, что это он. Настолько был обезображен патча всякого человека, лик его. Я как-то на интернете посмотрел, как секут людей плетьми в мусульманских странах за вождение там в пьяном виде или за то, что непокрытая женщина где-то появилась. Двадцать пять плетей дали мужчине по попе. И у него вся попа была в клочьях. Окровавленная, просто вот так развалилась. От двадцати пяти плетей. Думаю, что же было со Христом, когда его хлистали по всему телу. Обнажили, привязали его так к столбу. Подошли два человека. Здесь один ударяет, а это два. И не двадцать, а уже били, пока исполосовали, потому что знали, что это на смерть. Потом развернули и спереди. Один с другой, другой с другой стороны. То есть, учитывая, что уже его тело было очень болезненным, потому что у него произошла нервная, как бы такая, нервы его сдали. И у него кровь пошла через споры тела. Это редко бывает от сильного напряжения. Я забыл этот медицинский термин. И тогда тело становится, прикосновение к телу доставляет боль. Вся нервная система, точно так, как зуб болит у человека, и невозможно до нерва дотронуться. Невозможно было дотронуться до тела. Вот что произошло со всем телом. От напряжения в Гефсиманском саду. Пот пошел, как кровь. Мелкие капилляры лопнули. Точно так, когда человека сажают на электрический стул, и у него капилляры лопаются, глаза вылетают, идет кровь. Он пережил такое напряжение в Гефсиманском саду. Его тело покрылось кровью. Лопнули мелкие капилляры на всем теле. А потом его раздели. Били, привали, заушали, а потом стали сечь плетьми. А потом еще возложили крест, под которым он буквально падал. Так как силы физические буквально его оставили. Благодаря человеку, которого призвали, Симон, который проходил рядом, заставили его нести крест, так он сам не мог нести. Казненный должен сам нести свой крест. И только потом его распяли на этом кресте. То есть, именно тогда он сделался тем домом, и мы в нем можем только быть домом. Здесь говорится об этой жертве, когда человек становится таким немощным, он получает ключи к силе Божией. Он сказал, а теперь я имею ключи ада и смерти. Ключи ада и смерти. Если их имел Христос, став жертвой, то и мы став жертвой, вот таким признаком, когда наш дух не имеется в виду, чтобы тело наше было так истязано. То есть, да, многие христиане действительно заплатили такую цену, когда необходимо было тело, но здесь говорится о сокрушенном духе. Когда тело остается нормальным, быть может больным, неважно, но когда дух сокрушен, когда вы не можете себе помочь, и Бог говорит, это будет ключ к моей силе. Псалом 33,7. «Сей нищего звал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». Речь идет о Христе в этом псалме. Он сделался нищим, и поэтому Бог его услышал. «Сей нищий возвал, и Господь услышал его». Очень в многих псалмах Давид, будучи царем, владетелем, которому подчинялись все государства, которого чтил свой народ, он говорил такие слова. Псалом 39,18. «Я же беден и нищ, но Господь печется мне, ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли». Псалом 69,6 стих. «Я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне, ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли». То есть, обратите внимание, он выставляет «я беден и нищ» как аргумент. То есть, для того, чтобы Бог мог поспешить к нему, сделаться его помощником, его избавителем, он говорит «я беден и нищ». Вначале он говорит «я беден и нищ», а потом говорит «поспеши ко мне». Если бы он не был беден и нищ, и говорил «Господи, поспеши избавить меня», ничего бы не происходило. Его дух должен быть бедным и нищим. Он носил царскую корону, он одевался в дорогие одежды, у него было много золота, серебра, телохранители, воська, почестей, но оно ничто не стоило для него. Он не гордился этим, не выставлял это на какой-то показ. У него не было гордыни. «Ах, какой я богатый!» Вот это надо уметь бизнесом ворочать. Он говорил «я беден и нищ». И он действительно был таковым. Псалом 85, 5, 1. Молитва Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Преклони ухо Твое и услышь меня, потому что я беден и нищ». И еще один очень сильный псалом, в котором он называет себя нищим. Я прочту его почти весь, это очень важно. 108-й псалом с 1-го стиха. «Боже, хвалы моей, не примолчи, ибо отверзь здесь на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым. Отсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня». С каждым из нас будет происходить то же самое, «Когда вы становитесь жертвой. А я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Постав над ними нечестивого, и дьявол достанет одесную его». Обратите внимание, какой молитвой молится праведник, чтобы иметь причастность к телу Христову. «Постав над ними нечестивого, и дьявол достанет одесну его». То есть по правую сторону его. «Когда будет судиться, да выйдет виновным. И молитва его, да будет в грех, да будут дни его кратки. И достоинство его, да возьмет другой. Дети его, да будут сиротами. И жена его, вдовою. Да скитаются дети его, и нищенствуют. И просят хлеба из развалин своих. Да захватит, взаимодавит все, что есть у него. И чужие, да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему. Да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель. И да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его. И грех матери его, да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа. И да истребит он память их на земле. За то, что он не думал оказывать милость. Но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие. Оно и придет на него. Не восхотел благословение. Оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою. И да войдет оно, как вода во внутренность его. И как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую надевается. И как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Обратите внимание, он это не выдумал. И это не его личная месть. Он знал это Слово Божие. И он взял Слово Божие и послал его против. Потому что знал, что Бог этого хочет. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего. Ибо благо милость Твоя. Спаси меня, ибо я беден и нищ. И сердце мое уязвлено во мне. Вот все это он сказал. И сделай, говорит это, потому что я беден и нищ. И сердце мое ранено, уязвлено, пробито. Точно так же, как сердце Христа пробили копьем, практически этот псалом также относится ко Христу. Христос молился такой молитвой о своих предателях. И о тех, кто оказал неверность Ему. И о тех, кто окажет неверность тем, кого послал Он. И мы так же, когда люди проявляют и становятся нечестивыми, обязаны это сделать, но только в границах своей ответственности. Я могу это делать. И только тогда вы можете сказать мне Аминь. Но вы не можете этого делать сами. Если вы видите, вы не можете этого делать сами. Вы просто отступаете и ждете, потому что есть кто-то, кто провозгласит, и вы скажете Аминь. Иов не знал этого. Он думал, что он везде и все может, потому что праведник, он будет обличать. Пусть обличает меня праведник. Я праведник, и поэтому я могу обличать. Мы должны четко понимать, Давид молился такой молитвой. Он был первосвященником, и он был царем. Это единственный царь, когда уже стали царями. Ну, если мы не берем Моисея, Самуила, которые также, хотя назывались судьями, но были царями и священниками одновременно. Давид имел ефот. Давид входил в освятилище. Давид вопрошал Бога. Давид приносил жертвы. Он ел хлебопредложения. И когда фарисеи упрекали его, кто ты такой? А он говорит, а я корень и потомок Давида. Если Давиду это было можно, почему нельзя мне? Вы же не осуждаете Давида. Первосвященники того времени не осуждали Давида. Они осуждали других царей, которые это делали. И цари покрывались проказу, и Бог судился с ними. Но цари относились, то есть священники во время Давида относились к Давиду как к священнику. У него был ефот священнический, личный. И он говорит, как я видел тебя во святилище. Цари никогда не входили во святилище. Они приходили на внешний двор и там останавливались. Дальше все делал за них священник. Священник вносил кровь в освятилище и входил. А Давид сам входил. И мы видим, как он в салмах говорит, как я видел тебя во святилище. Он встречался с Богом во святилище. Он приходил туда. Почему он так любил Дом Божий? Порог Дома Божьего. Далее. Признаком причастности к телу Христову, под которым имеется в виду Царство Небесное, является изгнание за правду. Та же пятая глава Матфея 10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Изгнанные. Очень интересный глагол. Изгонять означает гнать, преследовать, изгонять из принадлежащего нам земли, выгонять из своего дома. Это когда тебя за правду изгоняют из твоего дома собственного, вытесняют тебя из собственного удела, когда устраивают на тебя охоту, уходятся с тобою охотники, когда пытаются поймать тебя на слове, как пытались поймать Христа, как пытались поймать Давида, когда извращают ваши слова, когда придают вашим словам неверный смысл. Вот это означает изгонять. Луки 11.49 «Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят». Он же послал к свой дом. Израиль был его домом. Он послал к ним пророков, они их изгоняли. Иоанна 16.2 «Изгонят вас из синагог, даже наступит время, или наступает, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». То же происходило со Христом. Посмотрите. Луки 4.16.30 описывается, когда Христос пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. То есть он это часто делал и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне», ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось писание, сие слышанное вами». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. То есть, вас должны гнать, изгнать из ваших пределов. Это признак того, что вы относитесь к Царству Небесному. Блаженные изгнаны за правду, за истину, ибо их есть Царство Небесное. Луки 29, 25. «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям. И отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградарь, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но не и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но не и того, изранив, выгнали и сгонят вас. Тогда сказал господин виноградник, что мне делать? «Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградники, увидев его, рассуждали между собою, говоря, это наследник. Пойдем убьем его, и наследство его будет наше. И выведя его вон из виноградника, убили». Да, нас в буквальном смысле не убивают, но для себя они убивают нас. «Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, да не будет». Обратите внимание, они поняли, что это о них речь идет, и сказали, да не будет. «Но он взглянув на них, сказал, что значит сие написанное, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой и угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо они поняли, что о них сказал он эту притчу. «И наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя». И они спросили его, «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им, «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали, «Кесаревы». Он сказал им, «Итак отдавайте кесарева кесарю, а Божье к Богу». То есть, я просто привожу места Писания, где вы видите слово «изгнали». То есть, как извращают слова и как ловят на слове. Изгнать, ловить человека на слове. Я как-то вам рассказывал, один человек говорит, «Посмотрите, как я его поймаю на слове. Я буду задавать ему такие вопросы при вас. И посмотрите, как я его загоню в пятый угол. Я не знал об этом, но я почувствовал в этом человеке нечто коварное, лукавое, отвратительное. И он слащаво так мне сказал, «Брат Аркадий, мне кое-что неясно в Писании, и я хотел бы с вами побеседовать». Я ему ответил, «Мы в разных весовых категориях. Я кое-что знаю, а ты кое-чего не знаешь. Поэтому мы не можем с тобой состязаться. Ты тяжеловес. Мне надо быть тяжеловесом тоже, чтобы мне кое-что неясно. А мне только кое-что ясно». И он растерялся. И потом этим людям сказал, «Ну надо же, как он выкрутился! Хитер!» То есть они называют мудрость хитростью. Разве я? Я был очень прост. Просто я почувствовал коварство, и Бог просто дал мне, как уйти от этого, от этой стычки, чтобы зря. Загнать бы он меня не мог, но когда они не хотят принимать, что бы вы ни говорили, какую бы аргументацию вы ни представляли, они просто будут исходить злобою, истаивать, но они не признают все равно преимущества. Еще одно место Писания о слепом человеке, которого исцелил Иисус, где четко говорится, как человека изгоняют за правду. И таким образом, это изгнание является признаком того, что он принадлежит к Царству Небесному. Итак, вторично призвали человека, Матфея, то есть Иоанна 9,24,39, призвали фарисеи, книжники, вторично человека, который был слеп, которого исцелил Иисус. И сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник, а он был слепорожденный. Он сказал им в ответ, грешник ли он? Не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверстие очи? Отвечал им, я же сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите услышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученик его. А мы, Моисеевы ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревшись, сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверстие очи. Но мы знаем, это они его научили, и он говорит, мы, вы же это научили, поэтому он говорит, мы же знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю, его того слушает. От века неслыхано, чтобы кто отверстие, отчисли порожденному, если бы он был не от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Смотрите, родители его испугались. Когда родители спросили, они написано, испугались, и говорят, он в совершенных летах, спросите его. Но он не испугался, он понимал, о чем идет речь, и не видя, и не зная, кто такой Христос. Он его никогда не видел, и не знал, но он его исцелил, он стал защищать его. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он, Господин, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты Его, и Он говорит, с тобою. Он же сказал, верю Господи, и поклонился Ему. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Они же прекрасно понимают, что это ложь. И утверждают эту ложь, и защищают эту ложь. Христос говорит, вы же видите, что это ложь. За то, что вы видите, это ложь. Я сделаю вас слепцами, больше вы не будете ничего видеть. А вот тот, кто не видел, того я сделаю зрячим. Далее, признак причастности к телу Христову, это праведность, превосходящая праведность книжников и фарисеев. Это Матфея, 5 глава, 20 стих. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Давайте сразу отметим, что праведность книжников и фарисеев зиждилась на исполнение дел закона. В то время, как праведность превосходящая призвана была зиждиться на вере, в которой человек, по примеру Авраама, называл несуществующее существующим. Вот смотрите, обычно говорили, что праведность, мы должны ее превзойти. Фарисеи дают десятину, значит, мы должны их превзойти, мы должны давать больше, чем десятину. Но и фарисеи давали больше, чем десятину. Они давали десятину и приношение. Суть не в этом. Суть, как давали. Эти давали для того, чтобы что-то заработать, а эти, уже будучи праведными, творили правду по вере. То есть, это одно и то же, все делают так же, но только подход разный. Одни делают это для того, чтобы стать праведными, а другой творит правду. Когда он приносит десятину, он творит правду, а те, напротив, делают это, чтобы стать праведными. Так вот, превосходящая праведность как раз заключается, когда он делает по вере. Те делают для того, чтобы получить праведность, а этот, наоборот, творит правду, он уже праведен. Римлянам 4, 15, 17. Ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующих как существующие». Фарисеи не называли несуществующие существующим, а праведность превосходящая. Если это Бог сказал, они называли так, как Бог сказал, хотя этого еще не было. По этому поводу апостол Павел к филиппийцам написал 3 глава 2, 11. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезания мы, служащие Богу духом и хвалящие Христом и Иисусом и не на плод надеющиеся». Значит, праведность книжников и фарисеев, они надеялись на плоть. «Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. Я обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, евреет евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законы непорочны». То есть, вот по плоти хвалиться. Он говорит, я мог бы этим хвалиться, но дальше пишет, но что для меня было преимуществом вот это, то, чем они хвалятся, вот это их праведность, то ради Христа я почел щитою, бесполезным. Да и все почитаю щитою, то есть, бесполезным, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтися в Нем не со своей праведностью, которая и от закона, но с тою, которой через веру во Христа с праведностью по вере, от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смертью Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Пожалуй, я на этом сегодня закончу. То есть, это те признаки, которые относят человека, делают его причастником Царства Небесного, причастником невесты Агнца. Неважно, в какой стадии они у вас есть, в каком зачатке. Если вы с этим соглашаетесь, просто соглашаетесь, это уже говорит о том, что вы относитесь. Когда человек соглашается, он начинает бороться за это, потому что фарисеи с этим не соглашались. Люди, не относящиеся к этому, они не будут соглашаться с этими вещами, с этими признаками. Они будут искать что-то другого и будут говорить, будут выхватывать места из Писания, такие, чтобы оправдать себя в том состоянии, в котором они находятся. Но, коль вы это принимаете, значит, вы относитесь к телу Христову. У вас есть два человека, как и у меня. В новом человеке только все это есть. И этот новый человек должен победить вашего старого. И так как вы признаете, что идет борьба между новым и старым, то вы уже относитесь к Царству Небесному. Поэтому да не пугает вас дьявол, ой, куда нам, мы к этому не можем относиться. Коль вы это любите и принимаете, ваш дух это любит и принимает. А значит, вы это сможете. Вы сможете одолеть ваши плотские наклонности и победить. Склоним наше колено, будем молиться. Аминь. Небесный Отец, своими Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою за праведность, которую Ты подарил нам даром по благодати во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое является семенем праведности, семенем правды. Благодарим Тебя за правосудие или за правду, которую мы призваны творить. Мы принимаем это и провозглашаем это с Тобою. А посему да будет вырыта нечестивому яма и допадет он в нее. Да станет Сатана, деснуя его и достоинство его допримет другой. Да будет исполнена на нечестивых ярость Твоя и гнев Твой да будет излить на них, как на сосуды гнева. Для того, чтобы сосуды милосердия могли быть помилованы. Чтобы праведники, которых они огорчали и оскорбляли ложью, могли быть исцеленными и превознесенными Тобою. Чтобы они могли погрузить ноги свои и стопу свою в крови нечестивого. Мы не удерживаем меч Твой от крови нечестивого. Мы желаем, чтобы наказание Твое, гнев Твой был исполнен на нечестивых. Да будет солома собрана и сожжена. Да будут плевелы выбраны жнецами Твоими, ангелами Твоими, чтобы церковь Твоя освободилась от соблазнов и от всякого делающего беззакония. Избавь нас от всяких людей, делающих беззакония, которые не любят правды, ненавидят правду и распространяют ложь. Да возвеличится милость Твоя, да возвеличится гнев Твой, ярость Твоя и ревность Твоя. Благодарим Тебя, ибо Ты справедливый Бог, и только так утолится ярость Твоя. Благодарим Тебя, что Ты сделал нас участниками. Благодарим Тебя, что Ты нас оправдал. Благодарим Тебя, что Ты стал нашей защитой. Мы бедные и нищие пред лицом Твоим. Наш дух сокрушен. Ты позволил народу Твоему испытать боль, сокрушенность и отчаяние и неспособность себе помочь. Мы обрекли себя на смерть, но Ты успокоил нас Словом Твоим и исцелил его и избавил нас из могил наших. И яма, которая была вырыта для нас, на самом деле была вырыта для нечестивых. Они думали было, что они ее роют для праведников Твоих, но они вырыли ее для себя. Да будет милость Твоя для всей церкви Твоей по всему лицу земли. Я знаю, что по всему лицу земли праведники терпят унижение, оскорбление от нечестивых, что они возвеличиваются в народе Твоем, занимая высокое положение, истязают наследие Твое, внедряют неправду, внедряют грех. Боже, мы хотим светить имя Твое и изгнать из пределов царства Твоего всякую нечистоту, чтобы не проходил через город Твой чистый и святой, в котором Ты живешь, ни один необрезанный, чтобы ни одна необрезанная мысль не могла проходить и входить в ворота нашего города. Позволь нам мыслить всегда о Тебе, думать о Тебе и радоваться о Тебе, ибо Ты наше избавление, Ты наша отрада, Ты наша победа. Ты наше избавление, наше убежище и наше укрытие. Благословен Ты и благословен на величие Твое и милость Твоя. Слава Тебе! Слава Тебе отныне и вовеки, великий Бог, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Спасибо. Продолжение следует...